Привет, друзья! Сегодня снова поговорим о шприцах, про инъекции. Поступил вопрос от нашего постоянного зрителя. Как избавиться от пузырьков воздуха? Когда набираете препараты, они часто попадают. И опасно ли это? Делать инъекцию, попал пузырек воздуха. Особенно интересует при внутривенных введениях. Смотрите, как поступают обычные люди или доктор. Выстукивают. Это классический способ. Есть еще один. Оттягиваете шприц, запускаете небольшое количество воздуха, переворачиваете. И все вот эти маленькие пузырьки пристеночные собираете. Поворачивали в разных плоскостях. Собрали и надавили на поршень. Все, воздух вышел. Обратите внимание, сейчас я каплю уберу. Внизу, если вам видно на камеру, остался пузырек. Его можно попытаться выстучать, если он неподвижный, держится. Особенно устойчивые пузырьки, когда поршень черный по какой-то причине. Возможно, такой материал. Если он неподвижен и небольшой пузырек, вы можете смело колоть инъекцию. Когда препарат весь выйдет, пузырек просто здесь остановится. Он не попадет в ткани, ни внутримышечно, ни подкожно. Учитывайте, что есть еще запас небольшой. Конюля и иголка. Также есть такие ситуации, когда шприцы разные, препараты разные. Когда здесь остается небольшой пузырек. Вы как ни стараетесь, не можете извлечь его. Нажимаете, выходит препарат, пузырек на месте. Начинаете колоть, он почему-то уходит. Бывает такое. Если подвижный пузырек, его нужно сместить наверх и немного под углом, держа шприц, делать инъекцию. Тогда так же точно вы введете препарат, а пузырек останется в шприце. Но учитывайте, что количество воздуха, это какой-то определенный объем и может быть погрешность в дозе. Если вы применяете сильнодействующие препараты, то стоит это учитывать и все-таки постараться избавиться от пузырька. Следующий момент, друзья. Когда вводите внутривенно при помощи системы, бывает попадает пузырек воздуха, какой-то объем определенный. И человек, зная, такой страх существует, что внутривенно попадает воздух, это смерть. Но на самом деле это не так. Сейчас мы говорим о том, как выпустить воздух. И вот он начинает снимать систему, менять на другую или спускать полностью раствор. Заново перезаливать систему, а растворы разные по стоимости. Как можно поступить? Вы видите, что у вас пузырек по системе идет. Следите за тем моментом, когда он подойдет к катетеру. Отсоединили систему, дали воздуху выйти. Вы увидите, что начать жидкость идет, потом пульканье, по-русски говорю. И затем снова подключили. Все, у вас и воздух не попал внутривенно, и раствор сохранился. Теперь, что касается воздуха. Опасно ли это? Если попадет небольшое количество подкожного, внутримышечного, даже внутривенно, ничего страшного, скорее всего, не будет. Есть вероятность небольшой осложнений в виде припухлости, болезненности, покраснения. Может быть. Но, чтобы убить животное при внутривенном вливании, бояться имболии воздушной, нужен большой объем воздуха. Намеренно вы, скорее всего, такого делать не будете. Я не говорю вам, что не нужно избавляться от воздуха. Может быть, вы начнете ссылаться на мое видео, говорить, что доктор нам разрешил или сказал, что так можно, ничего страшного. Нет, это я вам расскажу для того, чтобы вы не паниковали. Потому что бывают случаи, когда делаете внутривенное вливание дома, видите, что пузырек пошел по какой-то причине внутривенно, и все, у вас паника, животное сейчас погибнет. Передается паника собаке, собака вскакивает, срывает катетер, и кровь течет, и все на свете. То есть, это еще хуже ситуация, чем попадет небольшой пузырек. Поэтому, повторюсь, намеренно вводить не нужно. Строго следите за правилами инъекции. Но если вдруг попал небольшой пузырек, не переживайте, не паникуйте, скорее всего, все будет нормально. И еще один момент. Существуют страхи, когда вы систему подключили, капаете, забылись, система начала поражняться, раствор уходит, и воздух. И вот многие люди переживают, что воздух попадет в вену, человек или животное погибнет. Такого не произойдет, потому что давление в сосудах всегда больше, чем атмосферное давление. Жидкость останется на определенном уровне, и все, и перестанет капать. Так что переживать не стоит. Друзья, будут у вас дополнения, вопросы, пишите в комментариях. И послушаем нашего эксперта. До новых встреч, друзья. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok